Ребятки, всем привет! С вами Карина. Большое спасибо, что заклинули ко мне. Я сегодня, девочки, хочу просто с вами немножко пообщаться, рассказать о новостях, ответить на ваши вопросы по поводу выигрыша в конкурсе Вэлла, потому что мне постоянно-постоянно поступают эти вопросы. Я хочу сегодня на все ответить, рассказать вам эту историю. Также, если не затянется это видео, я расскажу вам о любимых каналах, которые я для себя открыла недавно, расскажу вам о фильмах, книгах, в общем, обо всем понемножку. Надеюсь, вам будет интересно, и приглашаю к просмотру, кому это интересно. Первое событие, которое на моем канале произошло, это то, что у вас уже больше 50 тысяч, уже даже 51 тысяча, пока я собралась снять это видео, уже еще 1 тысяча человек набралась. Мне очень приятно, большое спасибо всем, кто подписывается, спасибо тем, кто подписался, но потом решил опять подписаться, добро пожаловать снова. Спасибо девочкам, кто с самого начала со мной, я уже знаю их Никина, из Устих, аватарки, я их уже узнаю в ВКонтакте, в Инстаграме захожу к ним. Эти девчонки, они очень-очень для меня родные. Спасибо новеньким, которые знакомятся, пишут именно, что я твоя новая подписчица, меня так это зовут, я из такого-то города. Вообще, девчонки, мой канал был создан именно для общения. У меня много разных видео на ютубе, на разную тему, именно потому, что я вам рассказываю обо всем, что со мной происходит. Если я читаю книги, я вам рассказываю о книгах, если я смотрю какие-то классные фильмы, рассказываю о фильмах, покупаю косметику, рассказываю о косметике, ну и так далее и тому подобное. Просто я уже в личных сообщениях достаточно часто получаю такие вот письма, что Карина, я твоя подписчица, уже там 3 года, 2 года, но я никогда не оставляю комментарий, вот решила тебе написать, ты, наверное, думаешь, что я какая-то дурочка. Мне странно читать такие письма, почему? Потому что каждый блогер, ну, я думаю, что 95% блогеров очень любят, когда им пишут. И до той поры, пока вы не пишете нам в комментариях, мы вас не знаем, и вы для нас являетесь всего лишь таким вот неодушевленным количеством просмотров. Как только вы начинаете писать, вы из этих просмотров превращаетесь в живых зрителей, в девочек, у которых есть своя жизнь, своя семья. Я вам сегодня хочу сказать, девчонки, не бойтесь. Конечно, если вы не хотите комментировать принципиально, я вас не заставляю, но если вы стесняетесь, либо по каким-то другим причинам не хотите, я хочу сказать, давайте знакомиться, пишите мне, с какого города, сколько у вас деток, если у вас есть дети, чем вы занимаетесь, где работаете. Ребят, мне правда интересно знать, кто меня смотрит, кто мои зрители. И давайте общаться, не стесняйтесь. Еще одна новость, девочки, это то, что ко мне пришла такая вот камера, Canon Legria Mini X, это, которая, по-моему, последняя моделька. Это был подарок от компании Vella за мою победу в конкурсе. Пока я буду ее разворачивать, я вам, в принципе, расскажу, кто не в курсе. Я выиграла где-то, наверное, месяца два с половиной, может быть, даже больше назад. В конкурсе Vella нужно было сделать прическу или укладку из продукции Vella. И разыгрывалась поездка в Лос-Анджелес на мастер-класс Саши Бруэр. Я узнала о том, что эти средства пришли именно для конкурса, когда я получила посылку. То есть там лежало такое письмо, что вы участвуете в конкурсе, вы должны сделать видео. До этого я этого не знала. И, в принципе, я получила самое последнее, одна из, наверное, самых последних этих средств. У меня оставалось там буквально несколько дней. И я сняла это видео только потому, что я не хотела подводить человека, тоже блогера, который меня вписал в список блогеров, кому должны были прийти продукты Vella на обзор. Я сделала это видео, девчонки, я вообще не следила за результатами. Я даже секунды не думала о том, что я выиграю. Когда мне девочки спрашивали, Карина, ты не знаешь, где будут результаты? Я говорила, нет, я не знаю, потому что я даже не слежу за этим. И однажды мне девочки пишут, Карина, я тебя поздравляю, ты выиграла. Я не поверила сначала просто своим ушам, мне потом кинули ссылку, где результаты. И действительно, я была в числе победителей. Также выиграла Маша Вэй, мисс Анж. И четвертая девочка была тоже моя тезка Карина с канала Красота ТВ. Мы четверо должны были поехать в Лос-Анджелес. Я, конечно, была девчонке в шоке. Со мной дальше связалась девушка, которая сказала, что все оплачивается. Поездка в Лос-Анджелес, проживание в гостинице, пропитание, плюс мелкие расходы. То есть все это оплачивает компания. От меня нужны документы. И документы нужно предоставить в течение, там буквально у меня оставалось 6-7 дней. Но дело в том, что у меня нет загранпаспорта. И я никогда не была за границей. И я знаю, что загранпаспорт делается где-то в течение 40 дней. У меня, конечно, не было этих 40 дней, потому что сроки горели. Можно в интернете, конечно же, пробить, узнать, сколько стоит сделать быстро загранпаспорт за неделю. И там эти все прейс-листы находятся. И, в общем, за неделю там стоит 50 и выше тысяч рублей сделать загранпаспорт. Я, конечно, не готова была такие деньги тратить. У меня их, в принципе, и не было. В итоге выяснилось еще то, что так как я не была за границей ни разу, мне придется самой лично получать визу. Так, в принципе, так компания сама оформляла визу. Но так как я ни разу не была, то нужно самой ехать в посольство и получать эту визу. Но они тоже были готовы оплатить мой самолет до этого посольства. В общем, чтобы я все это получила. Мне пришлось отказаться. Я сказала, что у меня нет загранпаспорта. Я не смогу его так быстро сделать. И я написала им так же, что они могут выбрать другую девочку. И я буду рада, если она поедет вместо меня. На что мне было очень приятно. Вы мне ответили, что нет, вы остаетесь победителем. И так как вы не сможете поехать в Лос-Анджелес, очень жаль, бла-бла-бла. Но мы вам пришлем от нашей команды достойный подарок. Дословно я вам говорю, достойный подарок, который вас не разочарует. Я понимала, что они мне не пришлют подарок, который будет равен стоимости всех затрат моей поездки в Лос-Анджелес. Я это прекрасно понимала. Ну и где-то в голове у меня тоже сразу возникали камеры. Однако прошло много-много времени. Никаких больше новостей от них не поступало. И однажды мне курьер привез огромную коробку шампуней и годовой запас продукции Велла. Маленькая поправочка. Продукты Велла, шампунь и бальзам мне не подходят. Я как-то пробовала их, и они мне не понравились. Поэтому для меня этот годовой запас как-то был бесполезен. И, конечно, когда я увидела вот этот годовой запас, у меня сразу в голове возникло то, что это и есть достойный подарок. Потому что меня никто не предупредил о том, что все победители получат по вот такой вот коробке годового запаса. Я, конечно, очень расстроилась. Выставила эту фотку в Инстаграм, написала, что ну вот, походу, это и есть достойный подарок. Ну что моя дорогая Аленка Робина Година, она мне дала очень хороший совет в стиле Алены. И сказала, Карин, что ты паришься? Короче, возьми, да и напиши им, а что это есть? Типа ваш достойный подарок. Вот мне просто интересно. Может, они, говорят, про тебя забыли. Ты им напомни. Мне было жутко неудобно, девчонки, правда. Но я подумала, ладно, что терять? Уже надо спросить. И я написала этой девушке, что я бы хотела поинтересоваться. Ну, вот у меня получилось шампунь, и это и есть достойный подарок. Мне как бы неудобно спрашивать, но я все-таки вот решилась. Только после того, как я написала, мне предложили вот эту вот камеру. Она есть уже у многих блогеров. Вы знаете, вот здесь, значит, камера сама. Здесь вот эта штучка, ее можно также на штатив вешать. И вот эта штучка очень удобная. Вы можете ее положить на пол, вот так вот при поднятии, она снизу с пола будет вас снимать в полный рост. Это очень удобно. Хочу попробовать лукбук снять в таком вот виде. Даже представьте, вот вы даже гуляете, раз положил на асфальт, да, и снизу снял свой наряд дня. И мне кажется, очень здорово. Главное, чтобы никто не наступил. Вот, и здесь вот окошко так вот открывается, то есть оно может в эту сторону, может в эту сторону, с наклоном, то есть как угодно варьироваться, чтобы вам было удобно. Но блогеры, получается, они снимают вот так вот себя, то есть они вот так вот направляют на себя и ходят, снимают. Мне ее заказали через МВидео, в моем городе нет в МВидео. МВидео с Москвы прислал в наш город. И мы просто забрали. Я очень довольна. Правда, здесь нет карты памяти. Карту памяти нужно покупать отдельно. Без карты памяти она не работает, не записывает и не фоткает. Вот. Я хочу сказать, конечно, огромное спасибо Вэле за конкурс, за такую неожиданную мою победу и, конечно, за подарок, потому что они могли просто взять и выбрать другого человека. Кстати, Маша Вэй ездила, я знаю точно. Мисс Анж не смогла тоже поехать. У нее, по-моему, тоже какие-то там были недочеты с документами, то есть она что-то не успела сделать. Вот. Насчет Карины из Креста ТВ я не знаю, честно говоря, я на нее не подписана и не в курсе. Но Маша ездила и именно там ей вот Саша Брой обрезал вот эти передние волосы, да, когда она закалывала. И все думали, что это стрижка. Вот это было именно там, на том мастер-классе. Так, я вот смотрю, что я наговорила на 15 минут, но постараюсь быстренько рассказать вам, что я смотрела, читала и смотрела на YouTube за последнее время из фильмов. Так как я болела, в общем, я лежала пластом на диване и только и делала, что смотрела телек. А смотрела я экранизации Достоевского произведения. Там из них не больше там 8-12 серий, ну, у кого как. Первая смотрела «Идиот», потом я смотрела «Бесы», «Братья Карамазовы», я смотрела «Преступление и наказание». Еще я смотрела художественный фильм «Достоевский», который биографический, да, о жизни Достоевского. К стыду своему признаю, что в школе мы не проходили Достоевского. Ну, как, мы его проходили, но можно сказать, что мы его не проходили. Почему? Потому что наша учительница классная, которая вела у нас русский литературу, ушла после какого-то определенного класса, когда уже мы должны были приходить вот эту русскую классику. И в итоге конечной учительницей нашей была учительница, которая обладала сильным акцентом лесгинским. И к тому же у нее был дефект на лице, то есть, ну, говорили, что она попала в аварию, у нее немного был перекошен рот, как будто бы и зашивали что-то в этом духе. Я не знаю, насколько это, конечно, правда, может быть, она такой родилась, но она из-за этого дефекта очень как бы картавила, и трудно было ее слушать. И поэтому ее никто не слушал, нас просто с ума сходили все в классе, и можно сказать, что мы ничего не читали. С 30 лет начну перечитывать всю эту русскую классику, как же мне хватило только экранизации, я очень осталась довольна. Но, однако, я для себя такой маленький рейтинг сделала. На первом месте, что я советую всем посмотреть, это, конечно, идиот, потому что там потрясающий состав актеров, там просто вы каждый диалог наслаждаетесь, каждая сцена, она приносит просто какое-то эстетическое удовольствие глазам и ушам. Второе место я бы отдала «Преступление и наказание», это одна из лучших ролей Панина Алексея, к сожалению, его уже нет в живых. На третье место, наверное, я поставлю фильм «Достоевский», там самого Достоевского опять же играет Евгений Миронов. И несмотря на то, что я обожаю просто этого актера, я смогла забыть про свою любовь к этому актеру, потому что сам персонаж Достоевский, ну, у меня не вызывал вообще никакой симпатии. Я была удивлена, что, оказывается, такой гениальный ум совершал такие вот глупости своей жизни, был таким проблемным человеком на самом деле. И так как я это всё смотрела друг за другом, как бы всё на свежую голову, можно так сказать, то я отмечала много моментов из его произведений, которые, оказывается, были в его собственной жизни. Какие-то эпизоды действительно были в его жизни, и он потом это вставил в свои произведения разные. На последних местах «Братья Карамазовы» и на самом последнем «Бесы», которые мне вообще не понравились. Книг, девчонки. Я посмотрела в своём инстаграме, я получила посылку с книгами где-то 11-12 недель назад, и признаю, что до сих пор я прочитала ровно полкниги. Это Анна Гавальда просто вместе. Я, наверное, немного устала от чтения, вы знаете, я там за месяц читала по 5-6 книг, и теперь, видимо, мне потребовался перерыв, я сейчас хочу возобновить чтение. Сайт, с которого я заказываю книги, книга.ру, у меня теперь в чёрном списке, потому что он мне так и не дослал книгу, которую забыл положить в посылку «Бумажные города» Джона Грина. Я ему писала и на почту, которая указана на сайте, и ВКонтакте, но что-то вообще никакой реакции. Попробую ещё раз написать. Ну, если уж они не ответят, никак не отреагируют, то всё, больше я там заказывать не буду, и вам тоже не рекомендую. Теперь по поводу каналов. Я недавно нашла очень прикольный канал на YouTube, девушка под ником Ирина Мэйки. Я вот прям подсела на этот канал, я не знаю, смотрю каждое видео, мне очень нравится Ира, она очень такая творческая, интересная личность, у неё крутые ролики. Но вчера я такая сижу, её слушаю, влоги, она говорит, ну я типа на YouTube 2 года. Я такая думаю, а почему я её раньше не видела, если она 2 года? Пойду-ка посмотрю её старые видео. Захожу на её старые ролики, я просто была в шоке, потому что я увидела абсолютно другого человека, я бы никогда не узнала её, если бы она сама и не сказала, что это мои старые видео. Другая прическа, другая манера, другой стиль одежды, другая камера, свет. Ну ладно, камера, свет, это понятно, всё приходит со временем, но манера говорить, идеи видео, всё совершенно другое. Я вспомнила, что именно вот эту старенькую, я её встречала на YouTube, пару видео даже смотрела, но как-то не подписалась. И теперь она совершенно другая, у неё другой стиль, у неё потрясающе классные ролики. Тьфу, наверное я буду закругляться, потому что у меня уже язык, честно говоря, болит болтать. В заключении хочу сказать, что мне уже давно магазин Атлантик прислал код на скидку для моих подписчиков. Всё, ребят, на этом точно всё. Те, кто выдержал и досмотрел это видео до победного конца, вы просто сила, большое вам спасибо за это. И увидимся в других видео, дальше я планирую загрузить видео о парфюмерии, о покупках косметики и весенний лукбук. Это то, что я планирую в ближайшее время снять. Если у вас есть какие-то запросы, то тоже оставляйте в комментариях. Да, всё, пока-пока, а то у меня уже голова не варит.